Я приветствую зрителей программы «Я так думаю». Меня зовут Анна Парховенко и сегодня у нас в гостях член Президентского совета по развитию гражданского общества Александр Семенович Брод. Здравствуйте. Здравствуйте. И член Ассоциации по защите избирательных прав гражданский контроль Владимир Владимирович Федоров. Добрый день. Ну, естественно, говорим мы сегодня о гражданском контроле. Предвыборная кампания у нас сейчас в разгаре, хотя достаточно так тихо она в Волгоградской области проходит, но, по крайней мере, на наш взгляд, вы сейчас свое мнение скажете. И первый вопрос такой. Доверяет ли вообще сегодня население институту выборов? Может быть, в динамике подскажете? За последние, скажем, десятилетия что-то изменилось? Или сегодня выборы, может быть, дискредитировали себя? Подскажите. В прошлом году проводились соцопросы, по-моему, и в ЦИОМ, и Левада-центр. Они показали, где-то порядка 40% относятся к выборам сложно. То есть, видят и некие такие нарушения, и есть определенные недоверия. Это все объяснимо, потому что много было фальсификаций, много было применения административного ресурса. Это 90-е, начало 2000-х годов. Не случайно появились и протестные акции на Болотной, Сахарова, что побудило власти и реформировать избирательное законодательство, и дать возможность регистрации новых партий. Сейчас 68 партий принимают участие в выборах, и прошлогодние выборы показали, что обновились органы законодательной власти, появились новые лица, представители новых партий. Я думаю, что отношение к выборам будет меняться у населения. Все зависит от нас, от избирателей, от нашей активности. Владимир Владимирович, так 40% больше, меньше, как думаете? Ну, я считаю, что 40%, что сейчас уже меньше. Ситуация реально меняется. Наша ассоциация почти 10 лет занимается контролем за выборами, и мы видим, как реально ситуация в государстве меняется. То есть, все вот эти фокусы с фальсификациями, с административным ресурсом, они доводят только до того, что мы видим в соседнем государстве. То есть, до краха государства, до гражданской войны. И хорошо, что наше руководство это понимает, и сейчас делается все, чтобы выборы прошли честно. И это стало понимать и население. Вы знаете о том, какие у нас выборы были в прошлом году в городскую думу, насколько они были грязными, выборы в государственную думу? Да, мы мониторинг ведем и знаем, что здесь были у вас и протестные акции, и обращения в суды. И достаточно много партий высказывали претензии по качеству выборов, по применению административного ресурса, по фальсификациям. И прокуратура вмешивалась по поводу действий отдельных кандидатов и работы комиссий. Вообще, мне кажется, в Волгограде назрел очень большой такой фон надежды на перемены. Связано было и с проблемным стилем руководства территории за последние годы, и с рядом таких громких скандалов. Вы говорите о том, что честность выбора зависит и от активности избирателей, а вообще электорат активный сегодня. В частности, может быть, вы уже успели заметить, в Волгоградской области, насколько активны граждане избиратели в плане? Ну, предполагается, что процент явки будет где-то 55-53%. Это предположение как органов власти, так и независимых социологов, которые здесь уже, так сказать, производили замеры. Ну, я считаю, что это приличная явка, это высокая активность. Вы знаете, меня вчера приятно удивило, мы проводили встречу с общественниками, экспертами, учеными. У вас очень интересная есть организация, это Волгоградское отделение корпуса наблюдателей за чистые выборы. На базе института бизнеса у них уже создан свой центр, они проводят учебные семинары, у них есть выездные юридические группы, которые фиксируют обращения с участков, от кандидатов, от рядовых избирателей. Там профессор Анисимов, он, во-первых, теоретик, то есть он доктор юридических наук, завкафедрой, у него выходят труды по совершенствованию избирательного законодательства, по правозащитной тематике. И вот вместе со своими коллегами он наладил эту работу по привлечению волонтеров, студентов, юристов именно к процессу наблюдения. Мы обязательно будем сотрудничать, не каждый регион может похвастаться такой активной организацией, которая вокруг себя объединяет десятки, сотни добровольцев, общественников. И намерены в августе провести слушание по ходу избирательной кампании, дать оценку, посмотреть какие-то проблемные моменты. Мне кажется, это хороший показатель, что общество не пассивно. Если мы все будем сидеть на кухнях и говорить, что за нас все решили, то на выборы не пойдут, и будет, так сказать, ну действительно возможность кому-то выдавать бюллетени по несколько раз, подписывать за кого-то что-то. То есть чем меньше будет людей, чем меньше будет глаз этого пригляда за выборами, чем меньше активность, тем хуже просто для всех нас. Пока я могу сказать по нашему наблюдению из Москвы, по общению с местными правозащитниками, мы делаем вывод, что кампания началась активно, никаких пока серьезных проблем, требующих вмешательства, обращения органов власти и правоохранителей, мы не видим. То есть комиссия избирательная, областная, на мой взгляд, очень подготовленная. Геннадий Сахиулович имеет большой опыт организации компаний. Человек грамотный, ответственный. Стиль работы комиссии очень современный, динамичный. То есть нам контроль сейчас не нужен гражданству? Контроль нужен. Не все зависит только от комиссии. Есть политические партии, есть кандидаты, есть граждане. Может быть всякое разное, поэтому смотреть обязательно стоит. Каким в принципе должен быть гражданский контроль во время выбора? Кто его должен осуществлять? В чем он должен выражаться? Как это должно происходить? Ну, во-первых, мы как Ассоциация гражданский контроль считаем, что он должен быть многоуровневым. Во-первых, вот сейчас мы занимаемся как бы мониторингом самого прохождения избирательной кампании. То есть как она проводится, какие есть нарушения в проведении, в агитации и прочее. Дальше очень важный момент – это наблюдение на участках. Во многих очень регионах есть и наши структуры, и наши друзья. Вот Александр Семенович назвал их, корпус наблюдателей. Также мы активно работаем, несмотря на то, что мы не партийная структура, то есть в нашей ассоциации нет представителей партии, мы работаем со всеми партиями, как с властью, так и с оппозиционными. Мы работаем с наблюдателями, мы готовим наблюдателей любых, так сказать, партийных. И также еще должны, конечно, средства массовой информации наблюдать за выборами. Мы будем посещать избирательные участки до единого дня голосования. Нас волнует их оснащенность, необходимая техника. Площадь должна быть просторная, приспособленная, чтобы на ней поместились и наблюдатели, и журналисты. Были проверены списки избирателей. Это тоже очень важный момент. Потом доступная среда для избирателей. Оборудование пандусами, например, оборудование азбук и бралья для слабовидящих людей. Например, в Ставропольском крае, там очень активно подключились службы социального обеспечения. Они подключают волонтеров, то есть они выявляют количество людей с ограниченными возможностями и смотрят, какую помощь им оказать. Может быть, даже подключить социальные такси, такие там есть планы, доставлять на избирательные участки людей, которые плохо передвигаются. Будем смотреть уровень подготовки членов участковых избирательных комиссий. Встают вопросы о подготовке сотрудников правоохранительных органов. Их задача обеспечивать порядок, безопасность. Зачастую они сами не знают законодательства и странным образом порой реагируют на журналистов, наблюдателей, ведущих фото-видеосъемку. Бывают случаи необоснованного удаления наблюдателей. Мне кажется, надо работать и с правоохранителями тоже. И, конечно, будем смотреть за ходом агитации. К сожалению, агитационные кампании в регионах проходят грязно. Много черного пиара, заказных статей, войны компроматов. Мы готовы вместе с областной избирательной комиссией, с общественниками добиваться совместными усилиями чистоты выборов и информирования избирателей. Хотим, чтобы они знали адреса своих участков, знали свои права и обязанности и активно участвовали в выборах. А все ли, Владимир Владимирович, гражданские контролеры полезны? Потому что есть такие, которые роль торпед своеобразных играют и провоцируют общество на скандал. Ну вот, действительно, есть не то, что одиночные какие-то контролеры, есть целые организации, которые занимаются деструктивной, занимая деструктивную позицию, задача которых заранее заявить о том, что выборы нелегитимны. То есть, к сожалению, ну с этим ничего не поделаешь и надо привлекать людей таких к ответственности, если они нарушают законодательство. Но моя позиция, что на одного такого деструктивного контролера должно быть два продуктивных. И тогда все это нивелируется. Александр Александрович, а протестные акции в предвыборный период, в поствыборный, это тоже деструктивная форма гражданского контроля? Или все-таки она может быть полезной и нужной? Вы знаете, акции «Акции РОЗИ» надо смотреть на реальные причины, которые привели к этой акции. Вот мы летели в самолете, я прочитал во вчерашних известиях о том, что муниципальный депутат Кировской области объявил голодовку. Это связано с тем, что его и его коллег принуждают поставить подписи, как они говорят, за определенного кандидата. Если этот человек заявлял об этих недопустимых вещах, потому что есть разделение властей на муниципальную власть, никто не имеет права оказывать давление, и его никто не услышал, то голодовка – это крайняя мера. Я сам в свое время, кстати, объявлял голодовку, мне этот процесс знаком, когда уже просто стучишься во все двери, и никто тебя не слышит. Вот, наверное, это единственный шаг, чтобы привлечь внимание к проблеме. И, кстати, вот мне удалось привлечь. Это речь шла о формировании Совета по правам человека при президенте, куда каким-то странным образом к интернет-голосованию был допущен один из лидеров ОПГ Волгодонска, Ростовской области, когда свыше 100 человек совершенно волюнтаристским образом были исключены, даже не допущены к интернет-голосованию по непонятным причинам. Вот я объявил, так сказать, голодовку для того, чтобы вот именно добиться чистых выборов и формирования Совета на прозрачных законных основаниях. Ну, могу сказать, что да, вот есть организации, есть люди, которые выходят задолго до выборов уже с таким диагнозом, что выборы сфальсифицированы, все расписано, уже все заготовлено, протоколы подписаны, и все уже знают процент. Вот мы категорически не согласны с таким подходом. Ну, а если очевидны были вот для общественности, для избирателей нарушения, и потом начинаются активные акции протеста, в принципе, они могут привести к какому-то позитивному результату? Или вообще не нужно протестовать вообще тихо, мирно, через суд? Только так нужно решать правду? Нет, ну, я считаю, что, конечно, акции протеста — это право людей, и, безусловно, я людей понимаю, когда они выходят на акции протеста. Проблема в том, что часто бывает, что эти акции протеста перехватывают люди со всеми другими политическими целями. То, что мы опять-таки видим, вполне закономерные акции протеста против коррумпированного режима Януковича вылились в гражданскую войну, в кровь, в разрушение государства, и привели к власти людей в сто раз хуже, чем был Янукович. Поэтому всегда, я считаю, людям, участвующим в акции протеста, нужно думать, за то ли они выступают, за что их вывели на площадь. Вот мое мнение такое. Сейчас в сентябре выбор у нас губернатора в областную думу. Я так понимаю, у вас сложилось впечатление, что пока у нас все достаточно тихо. Тихая предвыборная кампания. Это всегда хорошо? Или вы бы пожелали, может быть, кандидатам и вообще всем участникам предвыборного процесса как-то активнее вести себя? Она тихая в том смысле, что пока мы не видим проблем, серьезных жалоб, обращений. Вот вчера поинтересовались в областной избирательной комиссии, нет ни одного обращения критического характера. Но, тем не менее, мы видим, что кандидаты готовятся, что будут представители разных партий, значит, будет конкуренция. Мы слышали, что планируются дискуссионные площадки между кандидатами. Поэтому трудно говорить, какая эта кампания будет. Но я могу сказать, что, наверное, она не будет проблемной по сравнению с прошлыми годами, потому что все-таки сейчас очень много делается и по части просвещения избирателей, совершенствования работы комиссий. Мне кажется, что в период агитации, как я уже говорил, могут быть различные шероховатости. Ну, будем реагировать, будем смотреть, будем опираться на опыт работы ваших волгоградских коллег. Время покажет. Но еще хотелось бы добавить, что еще рано для массового вброса компромата, для скандалов, все это бывает обычно ближе уже к дню выборов. Поэтому хотелось бы сказать, что то, что компания идет, ну, несколько скучно, как вот кажется, это еще не показатель того, что она такой останется. А вы как опытные правозащитники, участникам избирательного процесса, избирателям Волгоградской области, что бы посоветовали, пожелали, порекомендовали? Ну, я считаю, что нужно, безусловно, больше рассказывать о деятельности избирательных комиссий, самой избирательной системы, больше просвещать граждан, рассказывать о их правах, вообще о самом институте выборов. Все-таки это законный механизм для обновления власти, обновления жизни региона, возможность лично поддержать того или иного кандидата, ту или иную программу, те или иные действия, стиль и так далее. Это очень важно. Второй момент, это работа с общественностью. Мы увидели, что в городе есть энтузиасты, вот как обстоит дело в малых городах, сельских районах Волгоградской области. Мы будем тоже с этим знакомиться и советовали бы общественникам в этих районах и городах тоже активнее подключаться к мониторингу, к наблюдению. Третий момент, это, я считаю, что больше должно быть справочной методической литературы, именно такой социальной рекламы о выборах. Но я думаю, после сегодняшней встречи в правительстве области, где мы обсуждали эти вопросы, высказывали наши рекомендации, что-то будет меняться. Мы посоветовали бы открыть общественный пресс-центр. Вот, кстати, у нас есть опыт подобных площадок в других регионах. То есть, помимо областной избирательной комиссии, должна быть площадка, где будут выступать эксперты, наблюдатели, члены общественной палаты, уполномоченные по правам человека со своими оценками хода кампании и хода единого дня голосования. Вот такие предложения. Владимир Владимирович, ваше пожелание? Ну, самое краткое и самое важное пожелание, приходите на выборы. Без вас решиться ничего не может. То есть, чем больше людей придет на выборы, чем больше будет явка, тем более легитимной будет власть. И все зависит только от вас. Я поняла. Встретимся на выборах. Спасибо большое, уважаемые гости. Всего доброго. До свидания. До свидания.